всем привет собирался пойти попить чай позвонил мой один из моих замечательных работников давно я не видел потому что сейчас нахожусь в другом магазине он работает совсем другом вот позвонил и знаете начал разговор с того впрочем о чем у меня появилась система сразу сделать видос начал разговор с того что ты знаешь что я уволился я конечно удивился вот ну потом по ходу разговора выяснилось что там некоторые проблемы у них которые в принципе я могу решить вот там еще какие-то вопросы по ходу работы которые видимо так понимаю накипели и вот этим словами то что вот я уволился он пытался придать значение этому всему и скажем так немножко перетянуть одеяло на свою сторону это как аргумент он использовал так как аргумент потому что когда я потом я положил трубку я так еще улыбнулся и в принципе человек ни заявление не написал и по факту то увольняться еще не собрался уже сразу начал разговор с того что ты знаешь что я уволился и что еще интересно несмотря на что я хорошо к этому человеку отношусь и вообще считаю нормальный как практически товарищ вот но если вот так вот по уму и думать кого я бы уволил в первую очередь из всех работников это был бы именно он поэтому вот что интересно и что весело у меня тоже любимая моя подметила что ты говорит тоже когда там что-то может быть ведешь какие-то переговоры с руководством используешь говоришь что типа я там я собираюсь уволиться и тому подобное и каждый раз говоря вот такие вещи и он говорил использовал это как аргумент который дает ему какие-то силы и когда я говорю и наверное любой из вас когда говорит своему руководству не собираешь увольняться просто хочет добиться чего-то говорить что ну как или намекает по крайней мере на то что есть возможно что придет ты уволишься это используется как то что возможно ну как возможность надавить на руководство что вроде ты такой ценный сотрудник все мы считаем себя такими ценными замечательными людьми но вот я когда вот только услышал эти слова возможно возможно что услышал в них неплохую хорошую новость когда вы понимаете когда тот сотрудник которого по уму хорошо было бы уволить сам говорит тебе о том что он собрался увольняться то ты в принципе думаешь что блин отлично и здорово вот и вот понимая это взглянув на ситуацию с обратной стороны не тогда когда я говорю или заявляю о возможности что я уволюсь там или еще что-то а с обратной стороны со стороны работодателя вот вспомните возможно когда мы говорим о том что своему любимому человеку там или дорогому или еще каким-то образом связанному с нами человеку мы говорим что там я уйду от тебя или может быть я тебя брошу там уходи от меня там или еще что-то в этом роде мы пытаемся создать ценность повысить собственную ценность но может быть и практически никогда мы не расцениваем это как то что вдруг тот человек реально ждет уже этого момента он давно уже хочет сказать конечно конечно я пожалуй пойду и на самом деле с такой осторожностью стоит манипулировать вот такими вещами как говорится уходя уходи а если не собираешься уходить то стоит 10 раз подумать прежде чем делать какие-то такие заявления потому что вдруг тот другой человек скажет да да конечно давай уходи ты же собрался а ты не хочешь этого ты лишь хочешь показать насколько ты сильно привязан к человеку и ты хочешь тебе тебе то когда ты заявляешь о своем уходе пытаясь как-то привести его в качестве аргумента и особого обстоятельства ты таким образом показываешь насколько на самом деле ты не хочешь уходить и ты показываешь то что надеешься что ты очень ценен для этого человека и он тебе не отпустит а по факту то может оказаться совсем наоборот интересно и стоит всегда вот наверное задумываться о том как как вот тот человек как вот та сторона смотрит на ваши взаимоотношения как расценивая тебя насколько ты ценен что если ты скажешь что ты готов уйти не окажется ли это последние капли в вашем расставании в вашем разрыве конечно все знают что на самом деле манипулятивный прием прием повышения собственной оценки когда человек боится что-то боясь что-то потерять мы ценим это выше чем если это у нас постоянно с нами но если на самом деле ценности это не имеет или короче говоря лучше десять раз задуматься прежде чем попытаться хлопнуть хлопнуть дверью не собираюсь уходить потому что не только когда и у тебя есть возможность что-то потерять нужно беречь это и и ценить но пожалуй стоит беречь и ценить то когда тебя могут потерять и не теряться не теряться самому если ты не хочешь потеряться на самом деле ладно всем пока всего хорошего давайте там ставьте лайки подписывайтесь на канал всего хорошего